Полезный город Как давно компания работает на кировском, а может быть и не только на кировском рынке? Наша компания работает уже более 30 лет. За это время в нашей стране происходили разные события. Но несмотря ни на что, мы всегда стремились меняться в лучшую сторону. Расширяли производство и ассортимент продукции, модернизировали оборудование. И вместе с этим всегда следили за качеством выпускаемой продукции. Именно поэтому нам столько лет доверяют наши покупатели. Матрасы, которые вы предлагаете, вы сами производите? Да, мы сами производим. У вас своё производство в городе Кирове. То есть в случае, если вдруг какие-то вопросы, не дай бог, возникнут, или может быть что-то дополнительное к этому матрасу нужно будет сделать, это всё можно сделать прямо здесь. Конечно. Обращаются к нам в салоны, в магазины, мы всё решаем на месте. А вот выбор направления, скажем так, выбор сферы, в которой работает ваша компания, это осознанная история? Почему именно товары для сна, почему именно матрасы? Это давняя-предавняя история. В конце 90-х годов было мебельное производство, кровати выпускали и попутно выпускали матрасы. То есть начинали с нескольких моделей в процессе долгих лет. Кровати упразднились, ну и ассортимент увеличивается всех товаров, которые связаны со сном. А я правильно понимаю, что вот это связано с тем, что в последние годы, может быть, в последние десятилетия, может быть, чуть-чуть побольше, люди стали всё-таки уделять внимание качеству сна. Ну вот мы помним, в советское время, наверное, достал диван, отстоял очередь за ним в мебельный магазин, счастлив, и вся семья на этом диване выросла. Сейчас всё-таки по-другому всё происходит, да, люди особенное внимание уделяют, в том числе и вот этим элементам интерьера. Да, всё верно, сейчас люди стали больше внимания уделять именно, на чём они спят. Раньше действительно диваны, пока он совсем не выйдет из строя, люди на нём спали, сидели. Сейчас люди очень много вопросов задают и часто ищут матрасы в приоритете. То есть диваны берут в основном люди, кому нужны там однокомнатная квартира, и нет другого варианта поставить диван, когда уже приобретают какое-то побольше жильё, и детям очень часто тоже тщательно выбирают, соответственно, с рекомендациями, с пожеланиями. Раньше не было такого выбора матрасов. Сейчас, поскольку спрос есть, соответственно, и в ногу со временем идут производители, и люди сами интересуются, покупают, выбирают. Если мы говорим об ассортименте, у вас представлен достаточно широкий ассортимент различных матрасов. Сколько всего моделей вы предлагаете? Более 80 моделей у нас есть сейчас в ассортименте. Любую модель можно заказать, то есть не все они есть в наличии, но большинство мы держим, те, которые наиболее популярны, наиболее часто спрашиваемые. Конечно, их держим на складе, в этом плюс. Потому что часто сталкиваются, приходя к нам покупатели, с тем, что нужно заказывать где-то, что-то ждать. Даже если матрас идут под заказ, поскольку производство у нас здесь, в Кирове, соответственно, сроки у нас меньше. Во-вторых, мы заявляем один срок, по возможности, конечно, мы стараемся делать все быстрее. Тут только зависит от спроса. Если очень много заказов, конечно, какой-то срок нужно будет подождать, но он недлительный. Ну, примерно сколько? Стандартный срок, заявленный две недели. Это если нет в наличии? Это максимально, да. Как правильно выбрать качественный, подходящий именно вам матрас? Это очень индивидуальная история, нужно учитывать ряд факторов. Это и возраст, это и вес, это и частота использования матраса, и какие-то личные предпочтения, и даже рекомендации врача. Давайте тогда сначала по наполнителям пойдем, тех матрасов, которые предлагает компания Sunlight. Наполнители, да, то есть есть пенополиуретан, это для матрасов чаще идет эконом-класса. В матрасах, которые уже более, так скажем, комфортны для сна, идут наполнители. Они с разной степенью жесткости. Кокос, латекс, меморифом, холофайбер, ну и различные виды пен. То есть это уже не поролон, который эконом-сегменты, это уже пены нового поколения, в которых повышенный срок службы, повышенная весовая нагрузка, которая идет на спальное место. Их мы тоже используем в различной плотности. Кокос – это материал жесткий. У него идет натуральный состав. Латекс мягкий, он тоже идет с натуральными компонентами. Меморифом – материал мягкий, с эффектом памяти. То есть когда вы на него ложитесь, он под воздействием тепла вашего тела принимает форму, то есть так немножко проваливайтесь с него. Очень комфортный материал на самом деле. А средней жесткости – холофайбер, он тоже синтетический. Бояться его тоже не нужно. Материал не вызывает аллергии никакой. Холофайбер используется в детских матрасах активно, потому что гипоаллергенный. Он пропускает влагу вертикально. Она не расходится по краям влага. Тоже бывает вопрос актуальный. А пружинные матрасы – что это такое? Пружинные матрасы бывают разные. То есть пружинный блок «Банель» – это нам всем известный блок пружин, где пружинки между собой связаны. А блок независимых пружин – это пружины, каждая в отдельном стаканчике, чехле. Блок «Мультипакет», где пружинок вот таких в отдельных стаканчиках два раза больше, чем в обычном блоке независимых пружин. Беспружинные матрасы бывают, которые состоят только из наполнителей матраса. С маленькими блоками небольшой высоты – это для деток. Кому нужны невысокие матрасы, например, на кровать-чердак или еще в какую-то кровать, которая выдвижная. Человек, допустим, есть ограничения по высоте, но он хочет матрас пружинный. Такие матрасы тоже существуют с пружинками 8 см. Практически любой вариант, более 80 моделей. Приходите, консультируетесь. Блоки мы производим сами. Нужные компоненты для вас именно. Две недели и матрас ваш. Да, потому что блоки мы производим сами, наполнители в наличии. То есть мы за всем следим. Для людей, которые спят на диване, у нас тоже есть предложение. Бывает часто, что диван неровной поверхности, то есть перепады идут. Можно приобрести на матрасник топпер с наполнителем, который кладется на диван. Поверхность вравнивается, то есть там используются те же наполнители, что и в матрасах точно так же. Предпочтение жесткие, средне-жесткие, мягкие, какой хотите. И когда спишь на диване, тоже можно спать более комфортно. Это тоненький такой небольшой матрас, который кладется сверху на спальные места. Да, такие тоже мы производим. Матрас – это ведь не единственное направление, с которым работает ваша компания. Товар для сна – этому тоже уделяется большое внимание. Да, мы регулярно расширяем ассортимент. В последние годы мы его значительно расширили. Мы выпускаем подушки, как классические подушки, так и анатомические подушки, одеяло, комплекты постельного белья, на матраснике, покрывало, пледы. То есть все, что связано с характеристиками сна, мы выпускаем. То есть весь ассортимент приходишь, берёшь не только матрас, но берёшь и подушку, и одеяло, и постельное бельё. Причём постельное бельё, насколько я понимаю, вы производите не только стандартных размеров, но и размеров, которые, например, для детских, для подростковых кроваток предназначены тоже. Сейчас очень много, очень часто покупают кроватки, имеют 60 на 80 размером. Это такие кроватки промежуточный размер, от 3 до 7 лет примерно. То есть когда ребёнок уже в ясельную кроватку, в маленькую вырос, в детскую вырос кроватки, а до двухметровой вроде как ещё не дорос. Либо пока родители живут в каком-то ограниченном пространстве, так скажем, не хочется ставить сразу большую кровать, очень часто сейчас берут кровати такого размера для детишек, которые до школы. Соответственно, бельё ясельное, которое идёт в маленькую кроватку, оно для такой кровати мало. А полутораспальные комплекты, они всё равно велики. Одеяло для таких детишек тоже берут не полутораспальные, а ещё пока 110 на 140, то есть маленькие. То есть был запрос от покупателей, потому что востребовано такое бельё? Продавцы-консультанты стали пожелание высказывать, что люди спрашивают. Давайте сделаем. Мы стали шить комплекты постельного белья, у которых ещё маленький пододеяльник и маленькая наволочка 40 на 60, которую деткам берут. Но простыня там увеличена, то есть она как раз подходит под данный вид матраса. И такие комплекты у нас стали спрашивать довольно часто. И расцветки там детские очень красивые, то есть мы их пополняем постоянно. Очень хорошо их берут. То есть матрасы – это всё-таки выбор людей, которые уже, ну скажем так, взрослые, да? То есть это люди семейные, чаще всего с детьми, или и молодёжь тоже ориентирована? Возрастной привязки нет абсолютно. Встречаются и совсем молодые ребята, люди, которые приходят и выбирают себе комфортный матрас. Сейчас люди в возрасте, конечно, те, кто постарше, уже ценят комфорт, кто следит за своим здоровьем, кто хочет просыпаться не с болями в спине, не уставшим, тоже уделяют внимание. Молодёжь наряду с остальными тоже выбирает матрасы, потому что дети маленькие в основном у молодых. Родители, они тоже к выбору подходят. Ответственно, да. Есть ведь, наверное, какие-то всё-таки исследования, их в последние годы было немало, по качеству сна, и почему всё-таки выбор специалистов, он склоняется в сторону матраса? То есть это такая анатомически правильная история, да? Конечно. Видите, если нет никаких других особенностей, если нет никаких болезней, предрасположенностей к чему-то, человек, конечно, выбирает матрас по своим предпочтениям, по ощущениям, пожёстче, помягче. Если, конечно, какие-то есть заболевания, любые, позвоночника или что-то в анатомическом плане, тогда, конечно, должен советовать врач. Мы не можем предлагать, не можем советовать, не можем отвечать на вопросы, вот у меня болит поясница, какой матрас мне купить? Бывают разные причины боли в пояснице. Бывает, что нужен кокосовый жёсткий матрас, прям вот как доска, а кому-то, наоборот, нельзя бы спать на таком матрасе, нужен мягкий матрас, который принимает форму тела. Тут может советовать только врач. Если у человека всё в порядке со здоровьем, тогда наши специалисты, конечно, могут помочь в магазинах. Они проконсультируют. Выбирая матрас, надо обязательно полежать, не сидеть, не руками нажимать. Ой, спустя, а как это происходит вообще? Вот приходит покупатель в магазин, и что консультант ему предлагает? Пойдите, пожалуйста, прилягте. Да, обязательно. Так и бывает? Так и бывает, и так и выбирают. Некоторые люди стесняются, стесняться не нужно, потому что нажимая рукой на матрас, вы не поймёте. То есть матрас – это спальное место, допустим, длиной 2 метра. Если вы нажимаете точечно рукой в одно какое-то место, вы не поймёте ни мягкость, ни жёсткость, не поймёте ничего. Даже если вы сядете, у вас тоже нагрузка идёт в одну определённую точку. Поэтому, чтобы понимать, комфортно или некомфортно, удобно или неудобно, нужно на матрас лечь. В каждом магазине есть кровати с матрасами различными, с различными блоками, с различными наполнениями, где вы можете почувствовать разницу, полежать и понять, нужно вам, сможете вы спать на жёстком или не сможете. Как правило, люди, приходящие выбирать матрас, просят, ну, к примеру, нам нужен жёсткий матрас. Ну, откуда-то они услышали или подумали так. Когда они ложатся на матрас, они понимают, что спать на нём не смогут. Это тоже задача продавца-консультанта, да, помочь, выбрать, объяснить человеку, зачем он пришёл в итоге. А бывает такое, что несколько раз подряд ходят люди, сегодня сходил, полежал, завтра пошёл ещё, подумал, ещё полежал. Или всё-таки чаще покупают сразу в течение одного дня? По-разному бывает. Часто люди хотят купить по наличию. А, ну, чтобы было в наличии, чтобы не заказывать и не ждать. Да, то есть в магазинах мы держим ассортимент, стараемся держать, чтобы люди могли прийти, стандартные размеры, часто спрашиваемые, купить сразу же. Есть люди, которые только задумываются о покупке, они приходят, примеряются, смотрят, что есть, консультируются с продавцами. Они могут уйти подумать, принять какое-то решение, они могут передумать, захотеть сначала одно, а прийти в итоге за другим. Бывают разные ситуации абсолютно, конечно, люди все разные. Всё-таки вот вы сказали в начале программы, тогда если человек хочет высыпаться, просыпаться, довольным и радостным каждое утро встречать, с точки зрения правильного сна и высыпания, матрас – это тоже хорошая история, да? Это нужная история. У нас бывали случаи какое-то время назад, не сейчас, сейчас уже по-другому, когда человек приходил и говорил, мне нужен дешёвый матрас, я купил себе дорогую кровать, мне нужен дешёвый матрас. Денег не осталось. Вопрос, вы спать будете на кровати или на матрасе? Человек задумывался, чаще делал правильный выбор, потому что на самом деле, ну, кровать, она стоит красивая, а спать-то ведь в итоге на матрасе. Тогда вот вопрос следующий. Если человек всё-таки задумался о замене спального места, что вы советуете? То есть сначала всё-таки нужно выбрать матрас и потом под него уже выбирать кровать? Или как-то по-другому это всё происходит? То есть сначала кровать, а потом уже матрас? Нет, человек выбирает сначала себе кровать, которая ему подойдёт под интерьер, то есть всё равно ремонт делает, хочет что-то новое, красивое, чтобы душу грело, глаз радовало. И красота кровати важна для человека, думаю, в том числе, чтобы он находился в комфортных условиях для себя, если он хочет. Но матрас, конечно, не менее важен, чем внешний вид кровати. Хороший, качественный матрас сколько может стоить? Ну, вот по вашему опыту. Ну, вот они все качественные. Если брать эконом-варианты. Эконом-варианты. Эконом-варианты, которые идут с пенополиуретаном. То есть это поролон, да, по-русски говоря. Мягкий материал, который имеет свойство рассыпаться спустя сколько-то лет. То есть всё равно будет крошиться, изнашиваться. Он недолговечный. То есть мы не говорим сейчас о современных поролонах, а именно про стандартный поролон, который в эконом-варианте. Соответственно, нужно быть готовым и понимать, что срок службы такого матраса, он будет меньше, чем матраса с наполнителями другой категории, так скажем, да. Латексы, кокосы, холофайбер. Вот он и стоит дешевле, но у него срок службы меньше. Весовая нагрузка на него меньше, человека на спальное место. Это нужно всё понимать. Выбирая дешёвый матрас... Через какое-то время вы его должны будете поменять, правильно? Всё правильно. Нужно понимать чётко свою весовую категорию. Если человек весит, допустим, в пределах 100 килограмм, такой матрас ему не подойдёт. Он поролон очень быстро пролежит, у него будут ощущаться пружины, он будет говорить, что как всё плохо. А это неправильно подобранный матрас. Это особенности просто материала, из которого сделан, изготовлен, да? Да, то есть есть технические характеристики матраса, и их нужно всё-таки брать во внимание. То есть если продавец-консультант советует, он узнаёт в процессе разговора у покупателя, для кого он берёт матрас, какая весовая нагрузка покупателя. Это не надо стесняться отвечать. То есть мы тут нигде-то беседуем. Не кокетничайте в магазине. Да, не кокетничайте, действительно. Это как у врача практически, да? Да, то есть задача консультанта – подобрать оптимальный матрас, который человеку будет служить верой и правдой. Заявленный срок, а то и дольше. И человек будет на нём комфортно спать, доброго слова вспоминая. Для людей, которые его посоветовали, и вас. Ну то есть вот просто человек, который идёт за покупкой, он сразу должен для себя определить, на какое время он покупает матрас? Насколько часто он будет использоваться? То есть для ежедневного сна? Или, может быть, в формате гостевого какого-то варианта? Или для ребёнка он берётся? Для двух человек, если это о двуспальной кровати речь? Или для одного человека? Нужны ли ему какие-то дополнительные функции? Потому что я слышала, что матрасы ведь бывают не односторонние, например, а бывает там вариант летной сцена, или просто по мягкости, по жёсткости. Матрасы бывают разные, да. Кто-то выбирает с одинаковой степени жёсткости стороны, кто-то выбирает разной степени жёсткости. Матрас в процессе эксплуатации его обязательно переворачивать голова-ноги вверх-вниз. Каждые три месяца по инструкции по эксплуатации для равномерной усадки материала. Это всё рассказывают консультанты? Обязательно. Консультанты рассказывают. Инструкция по эксплуатации, которая вложена в каждый матрас, она это тоже прописывает, в том числе и как его хранить, как его эксплуатировать. Нужно прочитать. Купили матрас? Прочитайте инструкцию по эксплуатации. Как всё, что мы покупаем, чтобы правильно его использовать, чтобы он вам служил верой и правдой долго. Вся наша продукция сертифицирована и декларирована. И все материалы, которые мы используем в своем производстве, также имеют сертификаты качества. На основании их технических характеристик рассчитаны и все основные характеристики матраса, его жесткость, допустимая нагрузка и срок службы. Заявленный срок, вот сколько планировали, да, столько вы могли его использовать. Для этого, как с любой другой вещью, надо понимать, что нужно использовать аккуратно это все. Мы уже поговорили о том, что люди совершенно разные и по возрасту, и по статусу выбирают матрас. Все-таки какая особенность у каждой, например, возрастной категории или весовой категории, людям, которые, например, в возрасте, молодежь, женщины, мужчины, есть ли разница? Разница есть. Есть общие рекомендации, как правило, которые на самом деле так существуют. Детям, дошкольникам рекомендованы жесткие матрасы. Позвоночник у них формируется, то есть им надо спать на жестком. Дети, которые младшей школьной группы, они могут спать, кроме жестких, на среднежестких матрасах. Ребята, школьники. Люди взрослые могут выбирать себе любой матрас по предпочтениям. То, что нравится, кому как хочется. Но это если нет ограничений по медицине. И об этом, конечно, надо консультироваться с врачом. Врачом. То есть врач в этих ситуациях, врач, у нас бывало такое, приходили люди и говорили, что врач мне сказал, мне нужен матрас с кокосом жесткий. То есть врач конкретно говорит, какой матрас подходит. Какой наполнитель нужен, да? Ну да, либо наполнитель, либо жесткий матрас, или мягкий матрас, анатомический, повторяющий тело. Людям пожилого возраста им уже рекомендованы мягкие матрасы, более комфортные. Им на жестком бот неудобно. То есть, как правило, так вот у нас и берут. Так люди и просят. И довольны остаются. А в таком случае, где расположены ваши торговые точки? Вот если человек готов, например, пойти и проконсультироваться с продавцом, и полежать, выбрать, попробовать, попримиряться. Куда можно прийти? Торговые точки наиболее крупные у нас находятся на Сурикова, 33. Это угол Сурикова и Щерса на производственной 29, недалеко от нашего производства. Также у нас есть торговые точки в торговых центрах «Феликс» на Дежинского, 68, в торговом центре «Мебель» и в торговом центре «Мегадом». И также у нас еще имеется магазин свой на УПИТ-7, корпус 1. Это район Красной Горки. То есть практически по всему городу рассредоточены точки, и они представлены в тех магазинах, где и кровати тоже продают. Верно. То есть люди, которые идут уже за предметами интерьера и мебели, они как раз могут посмотреть матрас, все в комплексе, что называется, сразу же сделать одним днем, все посмотрев, попримирявшись и выбрав. И есть, конечно же, доставка у вас, я так понимаю. Доставка по городу тоже есть, ну и по ближайшим населенным пунктам. В черте Кирова и пригороды. Спасибо большое, Ирина Окулова, начальник отдела розничной торговли компании «Сонлайт». Мы в следующих выпусках обязательно сосредоточимся на том, как выбрать правильный матрас, какой матрас вам больше подходит, и как ухаживать за матрасом, что очень важно. Спасибо. До свидания. Всего доброго.